И снова здравствуйте! Здоровались уже! С вами Вячеслав Федоткин и сегодня я расскажу вам, как из обычной надписи сделать металлический логотип подобного плана. Все как обычно очень просто. Делаем фон, задаем ему текстуру металла, делаем надпись, наводим на нее красоту стилями слоя, добавляем рамочку, пару штрихов и все. Логотип готов. Итак, приступим. Открываем новый файл. Возьмем его побольше, чтобы был покрасивее, 1280 на 720 и не 72 точки, а 150, чтобы четкость была получше. Окей. Прежде всего, нажимаем клавишу D. Она у нас устанавливает по умолчанию основной цвет черный и фоновый цвет белый. Выбираем инструмент градиент. Проверяем, чтобы он у нас был линейный. Режим наложения нормальный, прозрачность 100%. Щелкаем на него, меняем цвета. Первый цвет делаем не черным. А такой, скажем так, сереньким. Немножко. Окей. Ползунок с белым цветом. На позицию 50% выставляем. Сюда добавляем еще один ползунок и даем ему тоже темно-серенький цвет. Окей. Окей. После этого, удерживая клавишу Shift, снизу вверх или сверху вниз проводим этот градиент. Вот он у нас такой получился. Даем ему текстуру металла. Таким образом. Сначала добавляем ему шум. Шум. Добавить шум. Ну и делаем ему тут где-то процентов 10. Гаусс монохромный. Окей. Это мало похоже на металл, поэтому мы его размываем в движении. То есть делаем полосочками. Обязательно 0. То есть по горизонтали. Смещение. Чем меньше смещение, тем вроде как порезче эта текстура. Чем больше смещение, тем она более плавная. Здесь на любителя. Скажем так, от 10 до 30. Окей. Текстура у нас практически готова. Теперь сделаем ей эффект, что в середине она будет более светлая, по краям будет темная. Для этого добавляем еще один слой. Выбираем теперь радиальное размытие. И от центра к боку проводим. Вот что у нас получилось. Инвертируем это изображение. Нажимаем Ctrl-I. И здесь в режиме наложения говорим разница. Вот как у нас получилось. Но слишком жестко. Поэтому мы непрозрачно сделаем где-нибудь процентов на 30. Где-то так. Заготовочка у нас готова. Теперь можно писать. Выбираем инструмент текст. Выбираем шрифт, какой вам нравится. Я взял такой длинненький. Европа Extended. Бол. Размер. Ну не знаю. Давайте сделаем там 50. Резкая выключка по середине. Щелкаем в центре. И пишем. Значит мой сайт называется пороснись.ру. Замечательно. Можно было бы с этой надписью поработать. Но как-то бедновато. Да? Поэтому я добавлю к ней еще надпись. Photoshop это просто. То есть Photoshop. И вниз. Это просто. Так. Теперь давайте красоту ее наведем. Выделим вот это. И сделаем. Скажем что они все заглавные. Так. Это просто сделаем чуть меньше. Чтобы она была размером. Как Photoshop. Ну. Alt если удерживать и вращать колесико мышки. Она сама будет у нас двигаться. Так. Ну где-то вот так. Замечательно. Теперь выровняем ее по центру экрана. Каким макаром. Ctrl A. Выделяем все. У нас появляется менюшка выравнивания. Нажимаем на этот значок. Выравнивание по горизонтали. Нажимаем на этот значок. Выравнивание по вертикали. Замечательно. Идем дальше. Теперь нам нужно добавить стили слоя так. Чтобы эта надпись стала металлической. Прежде всего. Заливку убираем на ноль. Она нам не понадобится. И два раза щелкаем. На этот слой вызываем стили слоя. Прежде всего даем ей тиснение. Внешний скос. Глубина где-то 200%. Пусть у нас будет. Направление вниз. Размер. Размер 10 пикселей. При таком разрешении. Давайте чуть увеличим. Чтобы лучше были видны эффекты. Контур. Нам нужен контур. Называется кольцо. Или мы наводим на каждый. И смотрим пока он высветит название. Или вот здесь говорим. Что нам нужны маленькие миниатюры и имена. И сразу здесь по названию будет видно. Вот нам нужно кольцо. Сглаживание. Нажимаем на экран. Непрозрачность 100%. Чтобы беленький у нас был поярче. А тень чуть-чуть поменьше. Чтобы не такая она четкая у нас была. Не такая черная. Замечательно. Внешние свечения. Здесь выбираем разницу. Здесь выбираем белый цвет. Непрозрачность. Процентов 50. Размер как обычно у нас 10. И контур. Один двойное кольцо. Вот так. Нам остается добавить еще тень. Тень мы тоже сделаем небольшую. Процентов 30. Смещение будет та же десяточка. Размах будет 50. И размер. Скажем так 7 или 8. Вот она у нас такая. Ну вот и все. Давайте посмотрим. Ну что ж. Уже на что-то похоже. Уже красивенько. Правда? Теперь нам остается добавить ей рамочку. И навести красивость. Значит. Чтобы добавить рамочку. Нажимаем на пиктограммку нового слоя. Выбираем инструмент прямоугольник со скругленными углами. Здесь выбираем контур. Прямоугольник. И радиус устанавливаем от 20 до 100 пикселей. Кому больше нравится. Насколько он должен быть закруглен. Чем меньше радиус. Тем закругление будет меньше. Я поставлю 20. И вот здесь обязательно включаем добавить к области контура. То есть он будет по умолчанию каждый новый контур добавлять к существующему. И рисуем. Выделяем сначала фотошоп. Это просто. Если чуть-чуть криво нарисовали. Зажимаете пробел. И можете двигать это выделение. Как только его отпускаете пробел. Так у вас двигается только один узелок. Понятно, да? Так. Ну вот. Делаем так. Чтобы примерно со всех сторон одинаково было расстояние. И проводим второй. Выделяя адрес сайта. Проснись. Вот так. Окей. Отпустили. Видите. Они у нас оба здесь. Дальше правой клавишей щелкаем по контуру. И говорим образовать выделенную область. Ноль пикселей растушевки. Окей. Вот у нас она образована. После этого говорим редактирование. Выполнить обводку. И задаем здесь 10 пикселей. Снаружи черный цвет. Цвет в принципе нам не важен. Теперь делаем то же самое, что с текстом. Выбираем заливку. А стиль слоя текста. Вот он. Или вот он. Удерживая Alt перетаскиваем на этот слой. Видите. У нас появился значок стилей. И сам курсор стал двойным. То есть он копирует. Отпускаем левую клавишу мышки. Видите. Он у нас скопировал этот стиль. Ctrl D. Убираем выделение. А этот стиль видите он контрастный. Поэтому щелкнув натиснение. Уберем здесь направление не вниз. А вверх. У него появились. Он немножко изменился. Окей. Ну что ж. Все лучше и лучше. Теперь вот такое ощущение, что сама рамочка и буквы у нас сливаются с фоном. Давайте их как-нибудь сделаем более заметно. Для этого мы выделяем и рамочку и надпись. С Ctrl щелкаемся по пиктограмме слоя. Она выделила рамочку. Зажимаем еще Ctrl Shift. Щелкаем по текстовому слою. Он добавил нам. Переходим на самый первый слой фона. И говорим Ctrl G. То есть делаем дубль выделенной области. Переносим ее на самый верх. И теперь нам нужно сделать ее более металлической. Более рельефной. Поэтому давайте повторим все те же самые шаги. Только не забудем нажать на него Ctrl. Чтобы эффект у нас применялся только к выделенной области. И так повторяем все то, что мы делали раньше. Добавляем шум. Только шум теперь давайте побольше добавим. У нас было 10%. А чуть побольше. 30%. Окей. И также размытие. Фильтр. Размытие движений. И чуть поменьше, например. Чтобы было более четче. Ну вот 10, например. Окей. Смотрите, да? Он у нас уже стал более контрастным. Замечательно. Ну что ж. Нам остается только добавить блики. Что для этого делаем? Создаем новый слой. Ctrl. Выделяем предыдущий. То есть надпись и рамочку. Здесь создаем на этом слое маску. Возвращаемся на новый слой. И рисуем на нем блики. Прежде всего нам нужно установить белый цвет. Поэтому меняем их местами. Или нажимаем X. Выбираем инструмент кисть. Устанавливаем здесь кисть с размытыми краями. А размер подбираем экспериментально. То есть какой ширины блик мы хотим дать. Вот у меня где-то 200 с копейкой получилось. Теперь с левого верхнего угла ведем нашу кисточку вправо вниз. Можно добавить вот здесь еще блики. Чтобы они у нас полностью не закрывали текстуру. Давайте их чуть-чуть добавим им прозрачности. Ну где-то вот так. Получается процентов 50-60. Вуаля. Смотрите что у нас получилось. Красота. Бери и вставляй. Скажите, ну как-то это все черно-бело и скучноватенько. Я скажу правильно. Давайте мы его расцветим. Нажимаем настроечный слой. Здесь у вас полностью не видно. Цветовой тон насыщенности. Шлеп. Кнопочку тонирования. И задаем какой хотим оттенок. Например. Давайте мы создадим ему синенький оттенок. Но такой стальной. То есть насыщенность ему делаем меньше. Вот таким вот прямо. Ну что. Вообще хорошо. Ну вот и все. Штампуйте металлом все, что вам заблагорассудится. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. До новых встреч.